Вы можете использовать её до 100 тысяч раз. 100 тысяч раз маску использую. Вот это я понимаю. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Джеймса Лон. И это трэш-обзор телемагазинов. Ну, Илья Макс, ну как же без него? Маски от вируса и чудо на коленек за 1000 рублей. Давайте смотреть. Хватит себя мучить. Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Дом и месяц сидели. Я вроде не мучился. Телемагазины смотрели? Смотрели. Отдыхать устали? Устали. Да ладно вам, чё приуныли. Впереди у нас майские праздники. Наконец-то уж отдохнём, так отдохнём. От отдыха. Ну да, я очень смотрю во время. Майские праздники. Ну, сейчас всего лишь октябрь. Ну, скоро. Маски разрывали, всюду ползали, дико бушевали. Глотки драли, мангалы доставали, жарили шашлык. Ставь класс, если понял, о чём я. И пока они бегут вокруг мангала с углями и мясом, наслаждаясь открытым миром, то другие наслаждаются домашним спокойствием и умиротворением наедине с собой. Чудесно. И магазины. Наконец-то всё свалили из дома и не будут мешать мне делать то, что так давно хотелось. Заказывать товары из телемагазинов. Я сейчас буду заказывать все товары. Остановись. Сказал бы я, если б знал, кому говорить. И остановил бы. Человек-остановка. Он знает, когда останавливать. Ведь перед тем, как покупать товары из телемагазинов, их нужно не только захотеть, но ещё и как следует посмотреть на них своими глазами. Ух, Байк. Они просто заботятся в том, чтобы мы не потратили деньги, а дали просто им... Как бы... Навесное сбережение. Заботятся и о нашем здоровье. Сегодня неработающий смарт-браслет предложат, который меряет давление стакана. Но завтра странный дыхательный тренажёр для излечения всех болезней, который не помогает даже своему создателю. Но в этот раз, как ни странно, лечить болезни нам никто не предлагает. Теперь предлагают себя от них обезопасить. В сезон повышенной заболеваемости и распространения вирусных инфекций обезопасить себя и своих близких первоочередная задача для каждого. Судя по всему, сезон повышенной заболеваемости появился лишь в 2020 году. Поскольку за всё существование телемагазина Леомац об этом в их рекламе заговорили впервые. Видимо, сейчас появилась какая-то веская причина. Какая же? Подозрительненько. Представляем вам многоразовую маску защита. Поздравляю, господа. Дело раскрыто. Всему виной пыль. Детектив, коробка. Ладно, ладно, не пыль. Когда все болели гриппом и Орви, маски никому нужны не были. А вот когда разбушили... Ну, потому что они не настолько больших масштабов были, конечно. Пусть открывалась мировая пандемия, и маски стали важнее, чем туалетная бумажка. Хотя я до сих пор терзаюсь в сомнениях, что важнее. Но продолжаю скупать гречку. На эти самые маски, благодаря сложившемуся дефициту, резко подскочила цена. А тут можно и про сезонность заболеваний вспомнить. Ведь все же мы понимаем, что их продажа связана именно с сезонностью. Правда? Не просто обычную маску? Не, ну гляньте, она фиолетовая. Прикольно. Цвет красивый. А резинки маленькие, скорее всего будут давить. Два слоя натурального хлопка и особая двойная прошивка делают маску защита невероятно долговечной. То есть тканевая маска из хлопка, в которую вы даже не удосужились вложить самый простейший фильтр, называется защита? Чу? 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 Это вы называете многоразовой маской? Просто сменить маску на новую, а использованную постирать, прогладить утюгом, и она опять готова защищать вас. А, стесняюсь спросить, защищать от чего? Нижнюю половину лица от солнечных лучей, что ли? Я прям уже представляю. Не, ну, там два слоя хлопка все равно, как бы, довольно плотный этот будет слой. Не, скажем прямо, даже такая маска лучше, чем ее отсутствие. Типа, тут объективно, тут можно не придираться сильно, потому что... Потому что, да, потому что... Потому что там... Прыщи вылазят. Раздражает вообще. Чем ваша маска защита отличается от любой другой маски, которую я смогу сшить сам у себя дома из какой-нибудь простыни или того же самого носка? Чистого, разумеется. Что в ней такого особенного-то? В отличие от простых одноразовых масок, многоразовую маску защита можно носить непрерывно до пяти часов. Это же ложь. Из хлопка до пяти часов ни при каких обстоятельствах не рекомендуется применять тканевые маски. Рекомендации с документами по применению масок среди населения от 29 января 2020 года. Пара-пара-пам! Можно носить непрерывно до пяти часов. Два слоя. Ну, вообще, пять часов – это бред. Вообще, любая маска носит два часа, и после этого ее эффективность падает. И вообще, изначально маска не для того, чтобы себя защитить, а чтобы защитить других. Многие этого не понимают. Многие не понимают этого гениального смысла. И всем поэтому плевать вообще на то, чтобы носить маску. Вы можете приносить болячку, даже об этом не знать, а в итоге заразить всех вокруг. И этим вы, как бы, ускоряете ход болячек. Жалко. Хлопка до пяти часов. Пятый час на улице в маске и не заболела. Ну, окей, даже если и допустить ношение вашей маски из хлопка, то по какому-такому волшебству ее можно носить аж до пяти часов? Давайте тогда... Два-три часа, в принципе, можно маску не бросить. Ну, а что бы и нет, она же у нас многоразовая. Вы можете использовать ее до ста тысяч раз. Сто тысяч раз маску использую. Вот это я понимаю. Сила. Мощь. Нет, я как бы все могу понять. Она стирку вытянется два-три раза. Я могу понять браслет, который не работает, фонарик, который не светит, ленту, которая не клеит. Но здесь-то вы сами верите в то, что говорите. Берем сто тысяч, делим на два и делим еще раз на триста шестьдесят пять. Каждый день на протяжении ста тридцати шести лет вы можете стирать эту маску по два раза, и ей ничего не будет. По заявлению телемагазина Лео Макс. Но это ли не чудо? Сто процентов. А можно из такой волшебной ткани где-нибудь футболку купить? А то купишь на два года, она уже вся в дырках потом после стирки. Обработайте маску антисептическим раствором, и через 30 секунд у вас дополнительная защита от бактерий и вирусов. Ну, вы понимаете... Если вы подышите спиртом, не, ну, вкусненько. Да, маску можно носить до пяти часов, стирать ее до ста тысяч раз, а если ноль умножить на два, будет два. На улице или в помещении, если вы плохо себя чувствуете или общаетесь с больным человеком, наденьте маску защита. А может, ну, эту маску сразу антисептик в нос залить и обезопасить себя от всего? Защита будет так... Господи, я на самом деле так часто забываю маски, что просто покупается новая просто маска, да и все, не паришься. Носил какое-то время типа ткань, ну, там тканевая плюс марля была, то есть, вверху ткань, снизу марля, и там ее можно, в принципе, стирать было, тыры-пыры, ну... Все равно это геморрой, во-первых, стирать маску, это не очень прикольно, а во-вторых, блин, проще купить хорошую просто маску обычную, нормальную, в аптеке. Защита? Не более, сейчас не цена нормальная. Ничего в нос заливать не надо. Господи, да в этом выпуске уже время должно идти вспять от подобных волшебных утверждений. Это... Так, тихо, никому ничего стирать не надо, а то они лайки перестанут ставить. О, блин, ну ладно. Ну, а цена всему этому великолепию... Тысяча... Тысяча рублей за маску. Тысяча рублей за маску. Даже самая дорогая тканевая маска, которая реально будет работать, она будет стоить дешевле. Да за тысячу рублей можно респиратор себе купить хороший. Рубли за восемь штук сразу. И это отнюдь недорого, особенно если учесть, что их можно носить аж тысяча восемьдесят восемь лет. Это вам не духи красная Москва за девятьсот девяносто девять деревянных, аж с девятирублевой скидкой. Ну, прям аттракцион невиданной щедрости, это же девять рублей. А на зоне эти духи стоят аж шестьсот сорок пять рублей, вот уж обдиралово. Это восемь хлопковых тряпочек с резинками по сто двадцать три рубля за штуку. Покупай, закасай восемь масок давай, покупай, защитник лица. Ну, не знаю, как вы, я лучше куплю себе духи красная Москва. Хватит их лет на двести, стирать не надо. И пользоваться лучше не надо тоже, мне кажется. Благодаря стойкому аромату за десять метров в радиусе от меня не то что вирус. Ни один человек не пройдет. Ммм, какие ароматные духи. Помогите. Так что выбор очевиден. Красная Москва, я выбираю тебя. Москва, Москва. Москва победила. Вы хотите иметь подтянутую фигуру, но фитнес-клуб стоит дорого. Нудные физические упражнения дома не приносят пользы и желаемых результатов. Действительно, кто бы мог подумать, что физические упражнения могут быть нудными. Нагрузки, это же так весело. Легче. Не, ну есть же люди, которым нравится, вот прям кайфуют они от этого. Вот, например, я тоже не разделяю прям веселье от этого. На самом деле, чтобы худеть, надо изначально питаться нормально. Это самое важное. Я знаю много людей, которые спортсмены, спортивные, но у них тоже есть пузяка, лишний жирочек. Потому что что? Они все равно едят надо то, что не стоит есть, например. Да, или переедают. Это очень тоже частая проблема. Самое главное, это только то, что ты ешь. А спорт, он подтягивает мышцы, тонус их держит, это немножко другое. 20 килограмм от груди и прожал, смеялись всем спортзалом. Хватит себя мучить. Принимайте себя таким, какой вы есть, и вступайте в наш клуб бодипозитивщиков. Первое посещение бесплатно. Ой, извините, вырвалось. Не, ну а че они? Хочешь хорошую фигуру, изволь попотеть. Это так работает. Это простой, быстрый и приятный способ избавиться от лишнего веса. Даже интересно стало, чем ваш способ отличается от простых физических упражнений, раз у вас там все так просто и приятно. Так, а че знамяки пошли? А ну-ка вырубай. Достаточно делать простые упражнения всего по 5 минут. Не, ну а это обзор этого мы смотрели, да, вроде бы у человека ревью. Вроде сказали, что даже это неплохо. Вроде бы, я не помню, я могу соврать. Чтобы добиться потрясающих результатов. И после таких занятий, сдается мне, потрясение будет очень сильным. Особенно после того, как вы отдадите за этот тренажер 1790 рублей, а сала как висели, так и будут висеть. Ну хотя бы потому, что 5 минут физических нагрузок в день, это абсолютно ничего. Ну да, это абсолютно не стоит. По сравнению с тем, что необходимо предпринимать для того, чтобы похудеть. Например, может быть правильно питаться? Всегда хотела купить себе один тренажер для всех групп мышц. Но цены в магазинах такие высокие. Ну такие высокие, аж голова закружилась. Что я уже и простила со своей мечтой. И как следует, ее потом заела. Шутка. Просто пошла потом работать актрисой, у которой еще нет Оскара. Но если серьезно, я один считаю, что если ты хочешь похудеть, и у тебя нет денег на тренажер, то, во-первых, можно заниматься дома без тренажера. Для этого есть масса упражнений. А во-вторых... Планка. Пресс. Ээээ... Какой-то... 100... 100 миллиардов есть упражнений, на самом деле. Просто им их надо хотеть заниматься. Заставить себя заниматься спортом не тогда просто, особенно если ты его не любишь. Во-вторых, может, стоит перестать жрать? А я хочу тренажер! Занимаюсь его 10 минут в день. Моя фигура стала еще лучше. Результат не заставит себя ждать. А меня заставит ждать? Или моего кота? Это, между прочим, очень важно. А еще очень важно узнать, почему нам показывают фотографии модели без головы и лишь фото. Поскольку этому трюку с фотографиями до и после уже 150 лет. Неужели до сих пор в 2020 году кто-то продолжает верить не в чудодейственность диеты физических нагрузок, а в странные мега-нано-ультра-тренажеры худей-жирей 3000. И да, до сих пор есть. О чем и говорят все эти отзывы людей. Дай им господь здоровья. И тренажер на все группы мышц. Забудьте о душных спортивных санах. Уже есть у них, не переживай. Так, стоп. Сначала у них нет денег на тренажеры, на все группы мышц, а потом у них стоят тренажеры и они пылятся без дела? Это что же тогда получается-то? Снова би... Би... Ай, биполярочка! Ай, биполярочка! Ай, биполярочка! Ай, биполярочка! Это типа они, они... Два типа клиента. Друг там супербогатый, но тренажеры место занимают. А это типа бедные. И им нужен тренажер, ну дешево. Во, вот так вот. Типа они сразу в две цели. Одним ударом. Испытываете боли в коленях? Ааа, пока нет. Вам трудно вставать и подниматься по лестнице? Да нет, вроде. Старые травмы и растяжение... У меня у бабушки с коленом большие проблемы. Мне ее так жалко. У нее, блин... У меня бабушка вообще в этом плане, я напомню, то ногу сломала, когда бежала дверь открывать, то руку сломала, уже не помню по какой причине. Поэтому маме и бабушке, я говорю, никогда никуда не бегай. Постоянно напоминают о себе резкой болью? Я что-то не понял, у нас обзор, или я к врачу пришел? Испытываете боли в коленях? Ага. Вам трудно вставать и подниматься по лестнице? Да. Вашим суставам нужна помощь? Кто б мог подумать, я что сюда просто так по-вашему пришел? У вас в случае мне беды с башкой? Беды с башкой? Есть беда? Не беда. Так, это обычный этот наколенник, типа спортивный, чтобы нагрузку снять. Ну, типа, его можно купить в любом спортивном магазине. Говорю так, потому что у меня брат волейбом занимается, он также покупался для ног наколенники. Сколько они стоят? Потому что там они стоили 130 гривен, это хороший был, неплохой, или 150. Ну, короче, это цена примерно 300, ну, 400 рублей. Фиксирует коленный сустав, уменьшит нагрузку и напряжение мышц, значительно улучшив кровоток. Сегодня прям не треш-обзор какой-то, а передача здоровья с Джеймсом Илоуном. Хорошо, хоть трусы вас не прошу показывать, я вам сам их покажу. Мать честная, ты что творишь, я все вижу. У тебя трусов нет? Вот ты и бесишься. Секрет наколенника двигайся легко в трехмерной фиксации коленного сустава и надежной поддержке мышечного скелета. Которого не существует в природе. Как бы есть скелетные мышцы, но не мышечный скелет. Да и что значит трехмерная фиксация? Фиксации вокруг ноги, что ли? Трехмерная кружка, трехмерная тарелка, трехмерная работа, трехмерный Джеймс Илоун. Воу, аж спутник от удивления. Говорится, зачем 3D, если есть 2D, ребят? У меня сильно болят колени. Решил купить себе наколенник, двигайся легко. Вы не поверите, мне действительно стало легче. Как же ты, черт меня, Дирьи, прав. Мы же тебе действительно не поверим. Размер не подходит, наколенники возврату не подлежат, так как являются товаром здоровья, но медсертификата у Леомакса на них нет. А нет его потому, что никто не утверждал, что наколенники лечат. Добро пожаловать в мир телемагазинов. Вообще, спортивные магазины, плюс, кстати, в аптеках они же тоже вроде продаются. Там и для спины продаются эти специальные такие резинки, и для колен, если не ошибаюсь, тоже. Ну, в аптеках, может быть, нет, но вот хороших, реально нормальных, не в какой-то колхозе, нормальных спортмагазинах будет точно находиться всякие такие резиночки, так сказать. Не все золото, что блестит. Два специальных регулируемых ремня на липучках предотвратят соскальзывание наколенника и зафиксируют сустав при нагрузках. Посмотрите, как все просто. Ведь наколенник-то мы покупаем для того, чтобы он хорошо и красиво сидел, а не для избавления от боли, правда. Вот что действительно важно. А можно мне вместо моей кислородной маски вон ту маску с цветочками? Маргарита Васильевна, это не маска, это тарелка. Вот положите мне ее на лицо, уж больно она красивая. Сын подарил мне наколенник, двигайся легко. Теперь я могу не только двигаться легко, но и легко. Да блин, опять. Ох, зацензурую. Ну я говорю, Ютуб, он запрещает матюхаться. Матюхаться нельзя. Что? Да блин. Надоело тебе петь. Не работает, не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Тогда звоните и заказывайте. По невероятно низкой цене. За 1299 рублей. А, две штуки. Там одна штука стоила. 400 рублей. Но все равно, блин, дорого. Типа, это хорошие наколенники. Реально хорошие. По-моему, там можно выбрать размер. Там именно разные размеры. То есть ты сам себе меряешь. Там 800 рублей, два наколенника. Реально хорошие, которые точно тебе подойдут. Потому что ты померяешь себе ногу и поймешь, что тебе надо. И что? Ну-ка, иди сюда. Че ты там вякнул? Тихо, тихо, бумер. Меня трогать нельзя. У меня праздник. О, ну тогда сорян. Ведь на моем канале наконец-то 150 тысяч подписчиков. За что вам все... Уже больше. Но мы просто слоупоки и смотрим поздно. Но это же я. Мать. 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 Слоупок. На котором будем играть в викторины и разыгрывать стикеры. Два наколенника. Двигай сильно. О, наколенники разыграет, надеюсь. Ну, а видасяна, обязательно поддерживай лайк. Пиши комментарий, если хочешь выиграть стикеры. Или просто поддержать мое... Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Джеймс Салон. Обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы тоже очень приятненько. И что еще хочу сказать? А еще хочу сказать, что всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Продолжение следует...